Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в преддверии Международного дня инвалидов провели 24 ноября в Пинском городском центре культуры и творчества. Организаторами мероприятия выступили волонтеры из общества «Доброе сердце». Этот день для встречи был выбран не случайно, ведь именно в этот день, три года назад, сильной девушкой Инной Вечерко, которая с детства хорошо знакома с проблемами инвалидов, была создана группа в социальных сетях. Ее основная цель – объединить тех, кто хочет и может оказать посильную помощь остро нуждающимся в ней. Я давно это хотела, но никак не могла, учитывая свое положение. Но благодаря соцсетям у меня получилось, и слава богу, мы уже до трехлетия дошли. Мероприятие было организовано для молодых людей с ограниченными возможностями и их матерей. В яркой концертной программе приняли участие артисты разных жанров – танцоры, певцы, цирковые артисты, а также воспитанники территориального центра социального обслуживания населения Пинска и Пинского района. Наши ребята – это молодые инвалиды от 18 до 31 года из различных деревень Пинского района. Набира, которые исполняют, мы готовим сами. Берем материал или где-то в газетах, или в интернете. И поскольку каждый инвалид – это достаточно талантливый человек, его нужно просто немножко подтолкнуть, дать ему какую-то такую вот маленькую похвалу, и он сможет свернуть горы. Были определенные сложности, были моменты радости. Вот когда у нас проходит репетиция, она проходит в атмосфере праздника, потому что это все время какой-то смех, это какое-то открытие человека с новой стороны. Зрители с восторгом и восхищением наблюдали за происходящим шоу. Ребята громко хлопали и смеялись. В зале царила атмосфера радости и счастья. Родители также отметили важность таких мероприятий. Приятно, что люди уделяют внимание, и у детей наши тоже другой смысл появляется. Лучше, радостнее, конечно. Им это приятно. Вам понравилось, да? Очень понравилось. Большое им спасибо, всем ребятам и девчатам. Примечательно то, что объединение «Доброе сердце», созданное всего три года назад как группа в социальных сетях, сегодня превратилось в настоящую благотворительную организацию, которая активно занимается сбором необходимых вещей для детей-сирот, детей-инвалидов, многодетных и малоимущих семей, а также для одиноких пожилых людей. На сегодняшний день в группе состоит около 6 тысяч человек, и это количество с каждым днем продолжает расти. И помощь оказывают люди из всех уголков Беларуси. Эта встреча, как и другие подобные ей, еще больше объединяет людей. Волонтеры группы дарят радость и настроение тем, кому это особенно необходимо, и призывают никогда не опускать руки. Я хочу пожелать мамам, которые воспитывают детей и молодежь с ограниченными возможностями, это, конечно, в первую очередь терпение, сил, здоровье. Ведь только продолжая помогать другим, мы остаемся людьми.